Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной влог новостей по The Isle of Rima. Перед началом ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех донатеров нашего канала за вашу финансовую поддержку и помощь. Спасибо, друзья! Итак, ролик будет насыщенный. Мы рассмотрим девлог от разработчиков, увидим интересную информацию и ролики, касающиеся будущего обновления, и ответим на некоторые вопросы, также разбор концепт паразавра. Ну а перед началом я хочу представить знакомый мне сервер по The Isle Legacy, The New Land of Dino. Данный сервер предоставляет много возможностей, каких нет на других проектах. В частности, путем небольших махинаций вы можете расширить свою цветовую гамму и создавать множество вариантов скинов. Также на этом сервере проходит множество ивентов, промокоды, мини-ивенты, квесты, раздачи сейв-зоны, турниры, дни без правил. А также гнездование админами динопрогрессии по выходным и многое другое, что можно найти в дискорде сервера и прочитать о полу-кос-правилах. Множественных разрешенных межвидах динозавров для вашего комфорта создан и многофункциональный сайт с низкими ценами на динозавров и несомненным удобством пользования. Проект молодой, но на нем уже хороший онлайн. Все ссылочки на их дискорд и их сайт будут в описании. И больше говоря, тем тем, кто хочет поучаствовать на наших стримах, в скором времени мы обязательно поиграем на этом проекте. Ну что же, погнали. За отдельную информацию я благодарю нашего осведомителя на канале Севестра Липовски. Как и предполагалось, друзья, этот месяц был насыщенным в плане разработки шестого обновления. А именно, велись долгие работы над новой картой Getaway и системой миграции, новыми диетами. Кстати, в игру будут внесены новые комбинации слотов для диет. Также в питание динозавров теперь будут входить абсолютно новые питательные вещества и растения. Новая еда. Папоротник, бразильский орех, грибы сыроежки, бананы, кэшью, папайя, джекфрут и бурые водоросли. Все эти растения будут произрастать в определенных областях карты в зависимости от основного биома. Собственно, это отнесется к системе миграции. Ведь надеюсь, что многие поняли до конца, как она будет работать. Вы находитесь в определенном биоме. Те растения, которые там входят в ваш состав, нутриентов. Но растения и фрукты не вечные. Вам придется перемещаться по карте, чтобы раздобыть себе пропитание. Вы приходите в другую зону. Появляются новые растения. И вот тут уже ваши диеты меняются. Чего именно вы хотите от своего динозавра? Рост, скорость, силу зависит от вас и куда вы мигрируете. Как ранее говорили разработчики, в шестом обновлении нас ждет новый класс взаимодействующих объектов. Насекомые, пчелы и мухи. Мухи, которые будут появляться рядом с трупами. Они, собственно, будут предупреждать хищника, что мясо испортилось благодаря личинкам, копошащимся в плоти. А также резким запахом, который будет держаться на расстоянии. Пчелы будут съедобными для джувов. А для адолтов опасностью, ведь они будут жалить. Ведь за лакомство придется платиться здоровьем. Также хищники получат специальную механику под названием трупная встряска и трэш-механика. У меня есть кое-какие догадки, что это будет за механика. Разработчики особой информации пока не дали. А вот если у вас есть догадки и представления, пишите комментарии, буду рад почитать. Также в игру будет внесено изменение вида камеры, когда вы едите или пьете. То есть вы не сможете смотреть по сторонам и назад. Сугубо по мне круто. Изюминка хоррора. Да и разработчик это хочет сделать специально для того, чтобы сделать игру более динамичной и захватывающей. Давайте взглянем на ролик от программистов и увидим первую анимацию лазания герреро-завра по скалам и деревьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анимация взаимствована, как мне кажется, из игры Conan Exile. Мы можем видеть, что разработчик играет за самку Герреро, так как у нее нет характерного мешка на горле, как у самца. Видно, что у нее будет два режима ползания, обычный и ускоренный. Также соблюдена физика прыжков со скалы на дерево и обратно. Во время этого мы можем видеть, как Герреро-завр соскальзывает вниз из-за веса и инерции. Давайте чуть пробежимся по вопросам, которые были заданы мной Панчо. В комментариях были вопросы о крашах и незапусках офф-серверов в Эврима. Да, действительно, этот трабл был пару дней и разработчики уже все исправили. Как мне дали знать, то ли это из-за каких-то файлов, то ли и из-за клиент-серверной, я так и не понял. Ну, в общем, все поправили. Система реплеев в игре. Пока не в приоритете, но в будущем будут. Честно сказать, игрокам на серверах с правилами будет не выжить. Думаю, доведут игру до 70-80% успеха и тогда функционал будет. Будет ли удалена карта Ислас Пира? Нет, карта Ислас Пира не удалится, она больше пока не в приоритете. Итак, раз уж мы затронули тему новой карты, Getaway, в самом начале ролика скажу, что разработчик еще раз пояснил мне, что она будет схожа чуточку с V3 Legacy, на которой не будет засушливых биомов, но будут свои ландшафты и регионы, а также немаловажная для всех игроков оптимизация. Еще, как и говорил ранее, разработчики уделили много внимания разработке зданиям на карте. Кстати, они будут иметь многоуровневые ходы и этажи. Говоря о зданиях, перейду к людям. Нам показали некоторые детали в области связи для фракций людей. К вашему вниманию, военный КПК, которым будут пользоваться люди. На нем, как можно понять, будет изображена карта, информация по крафту и полезная информация касаемой фракции людей-динозавров. Но пока это немного за кадром. Что касаемо радиосвязи, в человеческих постройках на разных областях карты мы сможем общаться с людьми и делиться данными. Также портативные генераторы. Все это нужно будет для запуска важных электрических элементов в игре, в постройках, а также внешнего и внутреннего освещения. Ведь с одним фонариком долго не пробегаешь. Разработчики обещают большую систему пещер на карте, что собой соединят несколько биомов. В шестом обновлении появятся новые звуки окружения среды, звуки шагов всех существ и динозавров, звуки переломов костей. Ролик счастливого Хэллоуина. У меня даже мурашки чуть по телу пошли. Надеюсь, не будет в будущем игры с зомби-карнатавров. Но четко разработчики в ролике дали понять и первыми, так сказать, увидеть модель трупа и костей того самого зомби. Ну, то есть вы меня поняли. Первый обглоданный труп карнатавра. Искусственный интеллект Компсагнатуса прокачан до такой степени, что данные существа будут вести охоту на хэчей в гнезде. Затаившись и спрятавшись, поджидая моменты, когда взрослые особи отойдут от гнезда. Пришло время Паразауралофа. Простонародие Парик или Паразавр. 9-10 метров в длину. Высота 4,5 метра. Вес достигал 2,5 тонны. Подотряд Орнитоподы, семейство Гадрозавриды. Значение имени, подобное ящеру с гребнем. По версии Легаси. Как по мне, честно, без обид. Паразавр неплохой травоядный, но исключительно в больших стадах, так как он не слишком силен и всегда считается хорошим ходячим кормом. Хотя брать в расчет его сильный удар копытами, передними лапами неплохо. Но опять же, не против Адолтов. Перейдем в версию Эврима. Этот травоядный не боец, а скорее часовой. Хотя против мелких хищников он все же дееспособен. Особые механики будущего. Во-первых, удары головой и широким гребнем при хорошей тактике смогут нанести урон противнику. Новая фича, оглушающий рев, который на время оглушит хищника, и тот, возможно, будет терять ориентацию. Удары передними лапами и задним копытцем, ногами. Также нам представлен половой деморфизм. Обратите внимание на гребень на голове. Длинный у самцов и более завитой у самочек. Если в бой вступают более крупные хищники, то он проявит недюжинную маневренность, когда стоит на четырех конечностях. Ну и система ухаживания. Будет самый впечатляющий и красивый в Эврима под самые громкие и красивые звуки паразавров, проносящиеся по всему острову Гэтауэй. Ну а на этом у меня все. Если вам понравился данный ролик, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и стримы по The Isle Эврима. Также все ссылочки в описании на нашу группу ВК. Наш канал Янтекс, Дзен, а также если вы хотите поддержать финансово наш канал, ссылочка в описании на Donation Alerts. Всем хорошего выживания в The Isle Эврима. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!